Эфир телеканала ОТС продолжает выпуск новостей в студии Александра Ширудила. Здравствуйте! Начнем с главного. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в Новосибирске устраняют последствия штормового ветра. У здания на площади энергетиков сорвало крышу. Сегодня потерпевшие целый день выносят строительный мусор и вычерпывают воду из помещений. Светлана Шевченко оценила масштаб бедствия. Груда кирпичей, обломков, сорванная крыша, сплюснутые машины, которые не подлежат восстановлению. Таковы последствия ураганного ветра для здания общежития по адресу станционная 8. И это только то, что видно снаружи. Внутри последствия не менее плачевные. Утро воскресенья для жильцов общежития на площади энергетиков началось с грохота. Порыв штормового ветра сорвал часть крыши с трехэтажного дома 1950 года постройки. Не ставьте машину под домом. Автомобиль это моя кормилица была. То, что я нажил, бегала, кормила меня. Кровля обрушилась на контактный лэп. Произошел обрыв электропроводов. Повреждены три автомобиля. В здании нарушена система горячего водоснабжения. С третьего этажа эвакуировали 13 человек. В квартирах людей с потолка лил кипяток. Минимум пять комнат общежития пришли в негодность. К счастью, люди не пострадали. А там соседка у меня первое начало течь. У меня натяжной потолок. У меня немножко вода там задерживалась. И все, мы быстренько все, что успели. Документы взяли, оделись и выбежали на улицу. Телевизор я вынесла, компьютер я успела вынести. Диваны уже потом мокрые вынесли. Средства на восстановление кровли выделят из резервного фонда правительства региона. Нуждающимся оформят временное жилье. Сейчас главная задача отремонтировать объект. Второй день на месте ЧП работают спасатели, разбирают завалы. Территорию очищают от многотонных металлических листов. Сегодня убираем оставшиеся части кровли. Вчера убрали основные, которые угрожали обрушением, которые мешали проезду, выезду по территории. Порывы ветра в Новосибирске и области накануне достигали 28 метров в секунду. Только в городе зафиксировали 55 происшествий. В Новосибирске, Бердске, а также в Черепановском районе поступали сообщения о падении деревьев, срыве слабо закрепленных конструкций, опрокидывание остановочных павильонов, также повреждение транспортных средств. На территории города Новосибирска, Новосибирского, Маслянинского, Тогучинского и Черепановского районов произошли повреждения кровель зданий различного назначения. Из-за разгула стихии в 20 районах области прошли массовые аварийные отключения света. Электричество не было в Тогучинском, Клыванском, Болотницком, Краснозерском, Чулымском, Машковском, Сузунском районах. Энергетики отработали вчера достаточно хорошо. И что важно, что мы видим динамику в течение последних лет. Если несколько лет назад я высказывал претензии, что в подобных ситуациях массовых отключений бригады доезжают до места устранения аварии в течение нескольких дней, то вчера в течение первого дня фактически полностью ликвидированы последствия. Для оперативного восстановления электроснабжения задействовали 106 бригад РЭС и 106 единиц техники. Светлана Шевченко, Андрей Дулепов, Новости ОТС. Несколько управляющих компаний могут прекратить работу после лицензирования, если государственная жилищная инспекция найдет серьезные нарушения. Сергей Толмачев о ходе выездной проверки и способах решения коммунальных проблем. Этот пол приехали с деревни с девушкой, а у нас унитаз оказался в подвале. Вот так выглядела квартира Дмитрия нынешним летом. Да и сейчас риск провалиться в подвал высокий. Перекрытия в этом доме даже не деревянные, а многослойные. Изгнивают очень быстро. В подвале он большой, там от морозов. Они, видимо, размерзаются. Я делал, собственно, ручно туда залазил, сам трубы эти покупал, соединял, все это делал. Они срывают их оттуда. И вся эта вода, все, что мы моемся, антисанитария, все это все делаем, все это уходит в подвал. В то, что дома всего 14 лет, поверить трудно. Его строили для сирот, но большинство квартир через 5 положенных по закону лет они продали. Конструктивные особенности видны сразу. Стены просто крошатся зимой, холодно, проводка искрит. А удобства устроены так, что нужно вызывать специальную машину. Неудивительно, что по доброй воле ни одна управляющая компания брать здание на баланс не захотела. Пришлось решать вопрос в административном порядке. Я издал постановление о управлении домом одной управляющей компанией, которая у нас находится на территории города. Ну, я думаю, в дальнейшем то, что как решит экспертиза, в каком состоянии дом аварийный, если он вынесет такое решение, значит будем вводить на межвед. На соседней улице ремонт наружных лестничных маршей, подниматься по которым с недавних пор стало просто опасно. Было сделано с облицовочной кирпича, так что эти крыльца не держали, кирпич не держал бетонные эти конструкции. Была угроза разрушения этих крылец. Вот почему мы забили тревогу и обратились в фонд капремонта, чтобы это сделать не за счет собственников, а за счет фонда капитального ремонта. Но еще до того, как начали работать профессиональные строители, засучили рукава сами собственники квартир. У нас мужчины, там по 8 человек в подъезде. Они вышли с инструментом, завалили эти крыльчки. Это, конечно, было страшно. Когда приехала администрация города, говорит, что у вас творится, мы решили попробовать своими силами. В этом доме вообще стараются полагаться на собственные силы, будь то мелкий ремонт в подъездах или благоустройство двора. В этом подвале живут бездомные кошки. Понятно, что при виде нашей съемочной группы они испугались и разбежались. Кто-то их любит, кто-то нет, но на общем собрании жильцов дома решили кошкиному дому быть. Поэтому сейчас здесь их кормят, поят и животным есть где укрыться от непогоды. Коммунальные проблемы помогают разрешить в жилищной инспекции. Часто бывает, что нужно просто разобраться, в чьих полномочиях тот или иной вопрос. На выездных комиссиях так и происходит. Срок до устранения нареканий – один месяц. Составляется протокол. В течение этого месяца мои сотрудники работают с этими районами. И в конце месяца весь протокол исполнен. Если не исполнен, и если это наши полномочия, идет обращение в прокуратуру. Если какой-то вопрос не решается и не решается по вине жителей, администрация района обращается в суд. За год в инспекцию поступает 40 тысяч обращений от жителей области. Чаще всего через информационную систему ГИС ЖКХ. Управа на управляющие компании есть. За грубое нарушение их могут просто ликвидировать. В январе продлить лицензии должны 232 компании. Те, кто не выполняет свои обязанности, рецензирование просто не пройдут. Сергей Толмачев, Андрей Руднев, Новости ОТС. Проблемы Хилокского жилмассива озвучили в центре мегаполиса. Жители нескольких улиц вышли на пикет. Чего хотят добиться горожане, расскажет Михаил Якимов. Санкционированный пикет в центре города. Жители улиц Хилокской и Малыгина не пожалели силы времени, чтобы власти наконец услышали о проблемах микрорайона. Мы оказались в центре стихийной торговли. Мы оказались просто в полной опасности. У нас очень криминальная обстановка на жилмассиве. Ну и, как я уже выше говорила, полная антисанитария. Мы хотим добиться того, чтобы нас признали такими же новосибирцами, как живут люди в остальном городе. И создали нам те же условия проживания, как и другим новосибирцам. Инфраструктура Хилокского разваливается на глазах. Детский сад уже снесли. Здание было в аварийном состоянии. Когда ждать новое – неизвестно. Добавляют проблем и стихийные торговые точки, организованные выходцами из Средней Азии. Там и лошади, и скотина у них, и все на свете. Заправка, фуры, фуры вот эти бесперечь. И к нам все на мусорку, вот эти вот все отходы, которые там они нарежут, эту скотину, и к нам все на мусор к нам приносят. В области было 90 рынков, осталось 9. Слово «рынки» как бы ушло, потому что для того, чтобы работал рынок, должны быть определенные требования. Образовались просто ярмарки на ровном месте, непонятно какой структуры и непонятно по каким правилам. Поэтому вот лично мы поддерживаем жильцов. Люди уже не первый раз пытаются обратить внимание на свои проблемы. Однако ситуация со временем не меняется. Детские площадки, дороги, список проблем микрорайона пополняется с каждым годом. Контроля там никакого нет. То есть фактически деятельность власти заканчивается железнодорожными путями, так называемым тещином языке. Все. Дальше власть практически не бывает. Жители требуют от властей вмешаться в дела Хилокского. В первую очередь решить проблему с антисанитарией, свалками и незаконной торговлей. После чего заняться инфраструктурой. Михаил Якимов, Константин Клещин, Александр Ведерников. Новости ОТС. Как писать, снимать и делать посты в интернете? Научат в Сибирской школе блогеров. Проект организован при поддержке Министерства региональной политики. Ольга Медведева профессионально занимается продвижением и маркетингом. Развивала коммерческие блоги, но сейчас решила заняться личным брендом. Для того, чтобы разобраться, как писать интересные посты и делать фото, пошла учиться в Сибирскую школу блогеров. Узнала о таком проекте, решила принять участие. Тем более наполнение очень интересное в плане мероприятий, событий, которые можно посетить. И подкупила то, что здесь очень много именно про Новосибирск, про область, про нашу малую родину, где всю жизнь живу, но, как обычно, приезжие больше знают, чтобы быть в теме. Сибирская школа блогеров – проект, организованный ассоциацией развития социальных технологий и предпринимательства «Бизнес про добро» при поддержке Министерства региональной политики Новосибирской области. На протяжении двух месяцев участников ждет насыщенная программа. Это и теоретические занятия, и практические. Каждую неделю организуют выезды в интересные места Новосибирской области для подбора качественного контента. То есть такие грани патриотики, как наука, культура, история, семья, как основная грань патриотики. 65% респондентов, между прочим, обозначили, что для них патриотизм – это семья прежде всего. То есть мы раскрываем для жителей области, ну и других регионов, в принципе, которые нас считают, например, такие моменты, как интересные исторические места, места боевой славы, встречаемся с какими-то героями, например, труда, не только войны и прочего, не только боевых действий. Одно из выездных занятий провели в Новосибирском военном институте. По стиле музей, казармы, познакомились с оббондированием военного. А после каждый ученик должен создать интересный пост в соцсетях. Ольга – блогер со стажем. Говорит, этот проект как глоток свежего воздуха. Уверена, теперь ее страница будет развиваться еще активнее. Я исхожу из того, что наша жизнь – это постоянное развитие. И если останавливаешься, то и вся жизнь твоя останавливается. Поэтому чем больше контактов, чем больше взаимодействий, тем больше людей узнают обо мне. И за счет этого я много новых знаний. То есть были знания, которые есть, но тенденции меняются, и я узнаю здесь новое, новое. Также в ближайших планах поездка в Маслянино побывают в поселке Золото добытчиков. А лучшие два выпускника по окончанию обучения получат возможность посетить место боевой славы. Отправятся в Северную Осетию-Аланию к мемориальному комплексу Героя СССР Петру Барбашову. Ксения Петренко, Тарас Тарасов, Новости ОТС. Сборник законодательных актов по социальному обеспечению ветеранов и их семей выпустят в Новосибирске. Это одна из задач, которую в свой юбилей ставит региональное отделение Общероссийской организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации. Слово «отставка» для них – просто повод сменить направление действий. Так можно охарактеризовать тех, кто собрался в Доме офицеров. И этот дух новосибирские ветераны Вооруженных сил сохраняют уже 45 лет. Еще бы. Ведь предшественники – те, кто прошел фронты Великой Отечественной. Они о тихой пенсии не мечтали. После реальных битв переключились на идеологические. Без победы в них, как показывает практика, в настоящем деле сложно. Задача также будет стоять перед нами в поддержке курса руководства страны на защиту наших интересов национальных, в противодействии планам коллективного Запада по уничтожению нашей Родины. И прежде всего работа офицеров-ветеранов направлена на молодежь. У организации много лекторов во всех районах города и области. Это грамотные люди с хорошим знанием не только истории, но и текущей ситуации. Регулярно, раз в месяц мы посылаем им информационные материалы для однокомления о текущих событиях, о том, о чем надо говорить с молодежью. Тем более, что это решение нашего президента, разговор о важном. На уроках мужества ветераны приводят примеры не только героев давно минувших дней, но и нынешних. Например, Максим Песковой, который посмертно стал героем России. И в музее уже есть стенд сибиряка. Впрочем, и сама история ветеранской организации послужит прекрасным примером воспитания подрастающего поколения. Ее только надо оформить. К 50-летию нашей организации издать книгу «50 лет в ветеранском строю». Для этого местным организациям будет поставлена задача к этому сроку создать в своих местных отделениях исторические справки. Ветераны вооруженных сил все данные мероприятия реализуют в рамках проекта «Я патриот» и «Гражданин России» при поддержке Министерства региональной политики Новосибирской области. Константин Клещин, Евгений Агеев, Новости ОТС. Новосибирская область сохранила лидерские позиции в Пушкинской карте. Эту госпрограмму обсудили участники экспортно-консультационного совета Ассоциации «Сибирское соглашение по культуре». В нашем регионе по Пушкинской карте уже продано билетов на 329 миллионов рублей. Это лучший показатель по Сибири. Напомню, государство выделило по 5000 молодежи. Деньги можно потратить на посещение учреждений культуры. В Новосибирской области в Пушкинской карте принимают участие театры, библиотеки, филармонии, кинотеатры, концертные площадки и музеи. Чаще всего молодежь тратит деньги с картой на билеты в оперный театр. Как раз в театре оперы балета премьера «Укращение строптивой». Эта постановка уже шла на нашей сцене в конце 50-х, однако затем сочинение было забыто. На новой постановке побывал наш корреспондент Алексей Кудинов. Сможет ли предприимчивый Веронец Петручча обуздать своенравную красавицу Катарину? За этой интригой театральная публика следит уже почти 4,5 века. Комедия Шекспира «Укращение строптивой» – классика, не выходящая из моды. Поэтому то, что оперу на основе этого материала композитор Виссарион Шабалин начал писать во время Великой Отечественной, не должно удивлять. Во время Великой Отечественной войны очень многим композиторам хотелось писать не только то, что страшно, а как противовес. Что-то светлое тоже хотелось писать. Поэтому и в это время и были написаны такие прекрасные произведения, в том числе, как вышеупомянутое произведение, и очень много других написано именно в эти годы. Страшные годы. Шабалин писал «Укращение строптивой» по заказу Свердловской мускомедии. Но получилась не легкая безделица, а масштабная опера. С лихо закрученным сюжетом, запоминающимися ариями, страстями, юмором. Ставить «Укращение строптивой» в театрах страны начали только в конце 50-х. И тогда опера стала настоящим хитом. Она шла и в Новосибирске, но затем была подзабыта. На сцену в нашем театре этот материал вернула Ирина Гаудасинская. Она стала лауреатом международного конкурса «Нана-опера» и получила предложение поработать с новосибирской труппой. Это очень сложна для исполнения. Это абсолютно виртуозные партии для вокалистов. Но при этом задачи, которые ставит эта опера, динамика, интерес, фехтование, массовые сцены, она абсолютно больше похожа на артистов мюзикла, музыкального театра. То есть это более сложные задачи. И я очень рада, что уровень подготовки труппы театра «Навад» позволяет такую сложную для постановки, но прекрасную для зрителя оперу познакомить с зрителем. Оперу поставили в малом зале. Специально на премьеру приехала внучка композитора, которая осталась довольна тем, что в Новосибирске к произведению Виссариона Щебалина отнеслись бережно, сделав оперу, как и задумывалось, гимном любви. В последнее время очень много мы видим постановок, замечательных режиссеров в ведущих операх мира, где фигурирует, там, певица поет в ванне или ездит на велосипеде. Вот здесь это абсолютно классическая постановка, это прекрасно. Это прекрасно, это дает простор для воображения. Алексей Кудинов, Андрей Дулепов, Новость ОТС. К этому часу у меня вся информация о развитии событий. Расскажем в следующих выпусках, а также на нашем сайте. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова